Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Пью». Всем привет! Это «Новости будущего» — всё самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. В команде исследователей и инженеров из Токийского технологического института удалось создать робота, который может думать, учиться и вести себя как люди. Эта машина наряду с самовоспроизводящейся нейронной сетью использует искусственный интеллект, а также прошлый опыт, чтобы думать как мы. Он способен делать догадки и выбирать на основании запрограммированных знаний. Робот успешно решает поставленные перед ним задачи на основании имеющихся знаний, опыта и в зависимости от ситуации. Если он не знает, как выполнить ту или иную задачу, то сразу же сообщает об этом. Но если показать ему всю последовательность действий, то у андроида больше не возникает вопросов типа «Как это делать?». Помимо информации, получаемой зрительно, аудиально или тактильно, эта машина приобретает новые знания и умения от сети интернет и других роботов. Нужно отметить, что предыдущие роботы не смогли выполнить определенные задачи при проведении испытаний в незнакомой обстановке, но этот передовой андроид способен сам себя настраивать. Разработчики считают, что их детища может революционизировать отрасль и приведет к появлению новых андроидов на рынке. 3D-принтеры появились на рынке достаточно давно, однако цены на них до сих пор остаются просто неразумно высокими, хотя и регулярно снижаются. Даже сегодня они являются недостижимой мечтой для простых смертных, а вот небольшие компании уже могут позволить себе эти машины. Правда, к 3D-принтерам следует приложить еще и интересную идею, достаточно оригинальную, чтобы привлечь внимание клиентов. Такая идея есть у компании Clone Factory. Этот маленький токийский магазин предлагает своим посетителям настоящие копии себя любимых. При помощи нескольких камер специалисты фирмы делают снимки клиентов в разных ракурсах, конвертируют их в данные формата 3D, загружают в принтер и распечатывают самую реалистичную куклу в мире. Услуга стоит достаточно дорого, примерно 1800 долларов, но если клиенту свойственен здоровый человеческий нарциссизм, и если ему не жалко потратить эту сумму, память о посещении Clone Factory останется надолго. Уровень реалистичности этих кукол удивительно великий. Возможно, когда-нибудь эта технология позволит изготавливать полномасштабные копии людей на роботизированном каркасе. Тогда мы сможем заказать настоящих дайников. О других новинках далее. Когда-то Apple вместе с компанией V3City ввела исследования в области использования компьютеров в качестве беспроводных зарядных станций. А сегодня V3City представила тестовое устройство, позволяющее заряжать клавиатуры, мыши и мобильные электронные девайсы, просто расположив их в радиусе одного метра от iMac'а. Небольшой модуль, белая панель на нижней стороне iMac'а работает по принципу магнитного резонанса. Только подумайте, вполне возможно, скоро мы забудем о проводах, отдельных зарядных устройствах, смене аккумуляторов и так далее. Цифровой фотоаппарат Samsung NX11 – это модель нового поколения, совместимая с инновационными объективами серии Samsung iFunction. Камера позволяет снимать как в автоматическом, так и в ручном режиме, поэтому подойдет и новичкам, и опытным фотолюбителям. Владелец сможет приобрести для своего фотоаппарата набор объективов на все случаи жизни и реализовать любые творческие задумки. Samsung NX11 имеет в своем арсенале режим «Приоритет объектива», при активации которого камера распознает установленный объектив iFunction и выставляет оптимальные настройки для съемки. Модель оборудована ярким 3-дюймовым AMOLED-дисплеем с малым временем отклика пикселей и широкими углами обзора, которые удобно использовать в качестве видоискателя. Благодаря компактным размерам корпуса, цифровой фотоаппарат Samsung NX11 можно брать с собой куда угодно. В отличие от зеркальной камеры, он не займет много места, при этом владелец может делать высококачественные фотографии, практически ничем не уступающие снимкам, сделанным на зеркалку начального уровня. Приобрести новинку вы можете в сети магазинов цифровой техники Q. Как вы, наверное, знаете, если вязкость жидкости не зависит от скорости деформации, ее течение описывается законом Ньютона, а сама жидкость называется Ньютоновской. Таковы большинство жидкостей, с которыми мы имеем дело в быту. Вода, различные водные растворы, спирт, бензин, органические растворители и прочее. Существует и другой класс жидкостей, вязкость которых непостоянная и зависит от скорости деформации. Такие жидкости называют неньютоновскими. Свойство подобных аномальных жидкостей – любопытное явление, находящее применение в различных прикладных областях. Британская компания DeFeo вот уже несколько лет разрабатывает специальные материалы на основе дилатантных жидкостей, полимерно-гелеобразных суспензий с вискозой, играющей условную роль жидкой фазы, и твердыми полимерными частицами. При небольших скоростях деформации частицы полимера легко перемещаются относительно друг друга, а вискозы выполняют роль смазки. Материал течет, ему можно придать любую форму. Однако стоит увеличить силу воздействия, повысив градиент скорости деформации, как частицы полимера образуют жесткую структуру с сухим трением, и вязкость материала многократно возрастает, он фактически затвердевает. Такое изменение полностью обратимо, и при снятии нагрузки материал вновь становится мягким. Технология, разработанная D3O, позволяет значительно повысить эффективность защитной экипировки для мотогона, горных лыж, сноуборда, хоккея, бокса и многих других видов спорта, и не только. Об эффективности можно судить, например, по оценкам компании Rival Boxing Gear. Применение технологии D3O Intelligent Shock Absorption в конструкции снарядных перчаток позволяет снизить их массу на 38%, и при этом уменьшить ударные воздействия на руки спортсмена на 40%, сокращая тем самым вероятность травм. На этом я и партнер программы сеть магазинов цифровой техники Q. Желаем вам удачи и увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин